МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи, советский и российский искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов, закончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, кавалер ордена Звезды Италии, командор Мальтийского ордена Промерита Мелитенси, автор книги «Амазонки Авангарда». Родилась в семье рижских кинематографистов, но кинематографу предпочла музейное дело. Знаете, я довольно долгое время думала, что выбрать киноведение или искусствоведение. Но бацилла, подхваченная в 7 лет в Ленинграде, куда меня мама привезла в начале 60-х, в общем, оказалась сильнее. И я, конечно, ни на секунду не жалею об этом. Конечно, я никогда не могла даже подумать о том, что я стану директором Третьяковской галереи. А чем была? Ну, наверное, тем, кем она была для всех людей из моего поколения в том числе. Удивительным местом, где можно было посмотреть на Андрея Рублёва, на богоматерь Владимирскую, на работы Александра Иванова, Репинова, Рубеля, Серова. Тогда ещё невозможно было увидеть работы Казимира Малевича и для художников русского авангарда. Но всё равно впечатления сильнейшие. И я до сих пор помню, как я впервые увидела там, на демона сидящего Рубеля. А Рубель – это один из моих самых любимых художников. Я не верю в привидения, никогда ни одного привидения в своей жизни не видела. И думаю, что нет, Павел Михайлович Третьяков был очень правильный человек. При нём привидения существовать точно могу. Мир сегодня, ну, конечно, это высокие технологии. Это высокие технологии, и это наука. Что-то, наверное, из искусства останется, потому что современные художники, лучшие из них, создают произведения, которые не похожи на работы художников 19-го, начала 20-го века, которые не являются уже, собственно, живописи и скульптуры, которые являются артефактами совершенно иного свойства, но они оказывают на человека огромнейшее, сильнейшее воздействие и передают одновременно нечто очень важное в нашем времени, иногда очень остро вскрывая его нерв и боль. И говоря таким языком и о том, о чём раньше не было принято говорить. Вы знаете, это было всегда. Мы все прекрасно помним, как светящийся нот запретил картины величайшего русского художника Николая Гея. И прекрасно помним, что Павел Михайлович Третьяков, опять же, прекрасно понимая, что он никогда не сможет выставить работы Николая Гея в Третьяковской коллеге, покупал его произведения, понимая, что он покупает эти работы для будущих поколений. Очень хорошо помним тот цензурный запрет, который был наложен на выставку Гончаровой в 2013 году, в том числе и за её четырёх апостолов, которые мы сегодня считаем действительно вершинами искусства её работы, связанной с религиозной тематикой. Это действительно какие-то очень важные вехи в интерпретации этих тем и сюжетов. Поэтому, конечно, отношения всё-таки негативные. Я в данном случае присоединяюсь к мнению моего глубоко уважаемого коллеги Михаила Борисовича Петровского, который всё время говорит о том, что, пожалуйста, доверьте решение этих вопросов профессионалам. Мы никогда не представим музеи то, что действительно оскорбительно для чувств любого человека. И не будем забывать, что в России огромное количество очень серьёзных региональных музейных собраний. Я уже говорила на встрече о музеях современного искусства, которые создавались в конце 910-х, в начале 920-х. И это тоже не могло не оставить своего следа. И иногда в региональных музеях, музеях в малых городах реализуются и предлагаются очень интересные проекты. Я столкнулась с этим и сталкивалась неоднократно, поскольку неоднократно была членом жюри замечательного конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», который организовывал фонд Владимира Потанина. И как раз задача этого конкурса была найти самых ярких, самых талантливых людей, которые работают в первую очередь в региональных или в малых музеях, дать им возможность представить их идею, защитить их идею. И потом фонд Фатанина финансировал реализацию этого проекта. Но я также знаю и то, что в ряде этих музеев, где эти проекты были успешно реализованы, у этих людей возникали проблемы, потому что они, реализовав какой-то смелый, интересный проект, оказывались в каком-то внутреннем противоречии с вот такой консервативной музейной средой и оказывались вынуждены иногда из музеев уйти, что, конечно, очень жалко. Поэтому я считаю, что такие форумы, как сегодняшние, и что такие фестивали, как Интермузей в России, действительно дают возможность региональным и малым музеям подтянуться, собраться, сосредоточиться и представить, и предложить какие-то очень интересные идеи. У меня осталось сегодня невероятно положительное впечатление от того, что я увидела на форуме. У меня была возможность пройти вместе с вашим министром культуры от стенда к стенду, причем почти не было ни один. И меня поразило действительно, как много там людей с горящими глазами, молодых людей, которые стараются либо возродить тот музей, который захерел в том или ином месте, либо вообще на пустом месте создают очень интересный музей. Не говоря уже о невероятной работе по воссозданию разрушенных исторических памятников. Мне кажется, что то, что сегодня происходит в Беларуси, это какой-то невероятный процесс, и хотелось бы, чтобы в мире об этом знали больше. Нам надо расстаться с этими такими идеалистическими представлениями в музее «Вашей слоновой кости», «Храм искусства» и нельзя говорить о деньгах. Во-первых, на сегодняшний день ни в Беларуси, ни в России не существует материальной базы, которая бы позволила музеям существовать как музеям бесплатным, где вход бесплатный. Мы все зарабатываем деньги на входных билетах. И опять же, в этом нет ничего плохого, когда у тебя есть разработанная система льгот для социально незащищенных слоев населения. А взрослый человек, в общем, конечно же, может заплатить за вход в музей половину цены от билета в кино. Мы пускаем детей, подростков и молодых людей до 18 лет бесплатно. Это была инициатива Министерства культуры Российской Федерации, лично Владимира Сиславовича Милинского. При этом мои коллеги, которые иногда жалуются на то, что они потеряли какое-то количество денег на входной плате, забывают сказать о том, что государство компенсирует 75% от этой упущенной выгоды. Но то, что мы заметили, что количество людей этого возраста у нас в музеях заметно увеличилось. Зарабатывание денег, которые мы опять же пускаем на дальнейшее развитие, на то, чтобы предлагать все новые и новые программы и возможности для наших зрителей. Когда у нас на Крымском валу ввели эти бесплатные дни, посещаемость выросла с 250 человек в день, что смешная цифра для такого огромного здания и такой невероятной экспозиции искусства 20 века, до 2500 человек. И при этом мы увидели, что количество людей, которые приходят к нам в обычные дни, тоже растет, потому что те, кто пришли в бесплатный день, они как бы понимают, что это очень интересно и приходят уже не обязательно бесплатно, могут себе позволить прийти, в особенности, если там еще проходит какая-то интересная выставка, в обычные дни посмотрите выставку и экспозицию. Мы очень серьезно развиваем свои образовательные программы, студии для занятий изобразительным искусством, скульптурой, причем и для детей, и для взрослых. И это тоже, конечно, не бесплатная услуга, тем более, что это крайне востребовано. Мы серьезнейшим образом развиваем систему музейных магазинов. И при этом пытаемся создать инфраструктуру в музее, комфортную для людей. Открыли кафе, например, открыли, а потом отреставрировали огромный внутренний двор на Крымском валу, что позволяет нашим посетителям провести у нас в музее больше времени. Это возможность посидеть в кафе, проверить свои гаджеты, зайти в книжный или музейный магазин. Мы обеспечиваем эти магазины сейчас замечательным совершенно ассортиментом каждой выставки. И у нас все эти сувениры разлетаются, как горячие пирожки. Не говоря уже о каталогах. Каталог Айвазовского мы издали тиражом 8 тысяч экземпляров и допечатали еще 3 тысячи. И уверяю вас, они все разлетятся. Сложно сказать, если я скажу, что это Николай Васильевич Гугли и «Мертвые души», на меня с изумлением посмотрят, но мне кажется, что в русской литературе не существует более вкусного произведения. Читать которое каждый раз – огромное наслаждение. А касаемо цитаты, то я бы сослалась на фразу из речи Достоевского на открытии памятника Пушкину в 1881 году о всемирной отзывчивости русского гения. Мне очень часто говорят, что такое русское искусство. Оно очень вторично. До авангарда там не было ничего важного. Это глубоко не так. Я абсолютно не согласна с этой позицией. Готова спорить до хрепоты, что это не так. И мне кажется, что фраза Достоевского очень точно объясняет действительно невероятную отзывчивость русского художественного гения ко всему лучшему, что есть в мире. Надо сказать, наш основатель Павел Михайлович Третьяков ездил по миру, так как не ездил никто из нас. Мы только что сделали выставку о его европейских путешествиях и поняли в процессе подготовки этой выставки, что он объехал 250 городов Европы. Ни один из нас сегодня, путешествуя так часто, как мы путешествуем, не объехал столько городов. И то, что он вынес из этих путешествий, это послужило основой его крайне успешного бизнеса. и послужило в том числе основой для понимания своей миссии как человека, который должен создать Национальную художественную галерею. Ну и возвращаясь к всемирной отзывчивости русского гения, вот из этого конгломерата влияний, иногда и прямых заимствований, русские художники вылепляют что-то совершенно особенное и безоговорочно русское. И эта русскость, вы знаете, была такая замечательная книжка Николая Уссо Тевзнера, «Английскость английского искусства», «Английшнесов», «Английшап». Вот эта русскость русского искусства, не она видна во всех выдающихся и великих произведениях. А даже в работах Александра Иванова, на которых многие говорят, ну, Александр Иванов не русский художник, это сплошная итальянская живопись и так далее. Нет, это русский художник, и нерв, и боль там всегда русская. И при этом невероятное стремление к гармонии, оно тоже всегда русское. И стремление к абсолюту, к совершенству, ради достижения которого художник готов самоуничтожиться. Все, что мы делаем, это для людей. И это очень для людей важно. В особенности сегодня, когда мир становится таким непредсказуемым, пугающим. Мне кажется, что люди с очевидностью возвращаются в музей, возвращаются к оригиналам, потому что они понимают, что только в соприкосновении с искусством они обретают состояние внутреннего покоя. И соприкасаясь с искусством, они получают какие-то совершенно особенные впечатления, совершенно особенные эмоциональные переживания. и это им очень важно сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok